Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня хочу поговорить о том, что происходит с долларом и с рублем вообще. То есть я, честно говоря, не очень понимаю, что там происходит, но давайте просто я расскажу о том, о чем говорят аналитики и что происходит в реальной жизни. Итак, сначала о том, что говорят аналитики. Все аналитики в один голос говорят о следующем. Что? Вот есть такие сценарии. И здесь подробнейший-подробнейший сценарий аналитиков. Этот сценарий вышел от открытия брокер. Ну, в конце августа, насколько я понимаю. Да, 14.08, в середине августа. В середине августа вот этот вот обзор аналитики открытия выдали. И смотрите, что по прогнозам аналитиков должно быть с рублем. Вот этот вот курс, фактический курс рубля к доллару, он давно, там, с 2011 года, вот здесь смотрится. В 2014 году, вот мы видим, достиг пика, потом он падал, и, значит, потом снова возрастал и так далее. И вот голубым это фактический курс. И на 14 августа вот он был где-то 60 с чем-то рублей. И смотрите, дальше он вырос 67.85, и буквально вот в четверг на прошлой неделе он вырос практически до 70 уже. В пятницу он был до 70. То есть он вырос из тех коридоров, которые прогнозировали аналитики открытия. И смотрите, наиболее вероятный сценарий здесь красный. То есть вот на данный момент должен быть ниже 60 рублей доллар. Менее вероятный сценарий вот здесь, значит, там где-то 55 рублей, 54 рубля. Это менее вероятный сценарий. И совсем уж малая вероятность сценарий, это либо 50 где-то 2 рубля, либо 60 с небольшим, 62 где-нибудь рубля. А он уже за 70. Он вылетел за все сценарии. Ну, давайте посмотрим все-таки, на чем основывались эти сценарии. И насколько вот этот вот выброс вверх, он... Ну, вы сами решите, насколько этот выброс вверх длительный будет. Первое и самое главное, аналитики говорят, что самое главное, что влияет на курс доллара, это параметры платежного баланса, бюджета. То есть сколько долларов приходит в Россию, сколько долларов уходит. Вот. Так по параметрам платежного баланса у нас все очень даже неплохо. Совсем неплохо. То есть с балансом все хорошо. Нет никаких отрицательных факторов с балансом. Отток, благодаря действиям правительства, действиям Путина, о том, что, ребята, возвращайте деньги в Россию. В общем, сказать, отток прекратился. Центробанк ввел эффективные меры по борьбе с отмыванием денег и выводами их за рубеж. В общем, отток сильно очень здорово сократился, а приток, он не сокращается, потому что нефть продается стабильно, нефть не падает в цене, и все вроде бы хорошо. Вот. И нефть превыше всего, но уже менее значима для курса. Вот здесь вот график, вот он, график мы видим. Что это за график? Вот голубой это экспорт. Он, ну вот он падал, экспорт, потом опять снова начинает расти. Сейчас в 2018 году импорт. Он тоже подрос, но не так сильно. Сальдо. Сальдо это экспорт минус импорт. Вот оранжевый. Наиболее значимый график это оранжевый. И видно, что сальдо положительное, то есть приток долларов в страну сильно превышает их отток. Поэтому, поэтому ничего не должно быть плохого с рублем. И поэтому, ну, доллар должен быть стабильным. Вот. И, так, рубль, коррекция фундамента. Вот, я вот эту вот презентацию, наверное, постараюсь скинуть ссылочку, будет на эту презентацию, вы сможете ее скачать. Я попробую ее в Google, что там, на Google диск расположить и ссылочку скинуть на нее. Вот. Вот, чтобы вы могли скачать и почитать. Вот. Здесь масса всего интересного. Вот здесь выплаты по внешним долгам. Здесь внешний долг России. Долг госдолг и долг Центробанка красным цветом. Видим, что он раньше был достаточно значительный. Сейчас он сильно уменьшился. Доля банков сильно увеличилась. Долг прочих секторов. Ну, вот, он с 2014 года здорово уменьшился. То есть, нам перестали давать кредиты. То есть, мы не так уж много и должны. И вот здесь вот платежи по внешним долгам. И вот здесь, смотрите, октябрь 2018 года. То есть, мы где-то здесь вот, ну, судя по всему, в ноябре ожидается пик платежей по внешним долгам. Ну, а, в декабре. Ну, говорят, что он обычно рефинансируется и никакого толчка не должно быть. Вот. Что дальше у нас тут? Облигации. А вот облигации у нас сейчас в связи с санкциями, в общем-то, распродаются. То есть, не резиденты, а американцы стараются сейчас избавляться от облигаций наших. И я думаю, что именно поэтому, в общем-то, доллар и растет. Потому что они продают наши облигации. Мы вот наблюдали в четверг, в пятницу, достаточно большие облигации на бирже, на биржевом терминале. Достаточно большие продажи облигаций. Это вызвало их падение в цене и, соответственно, рост доходности облигаций. И после того, как не резиденты продают облигации, они получают рубли и на эти рубли покупают доллары. Что, в общем-то, так сказать, там как бы и влияет на краткосрочный рост доллара в цене. Он не должен быть долгосрочный. Вот, так, цена на нефть и так далее. Вот здесь вот возможности Минфина и так далее. И давайте вот в конце я вам покажу. Просто тут не буду уже останавливаться на графиках. Они достаточно замороченные. Вот. Основные сценарии развития и предполагаемый курс рубля в 2018-2019 году. По мнению аналитиков открытия брокер, которые, ну, в общем-то, анализируют такие факторы, как вот, я сказал, бюджет там и так далее. То есть в этом надо разбираться. Описание сценария. Базовый прогноз. Сценарий предполагает, что текущее движение средств в российских активах отражает локальный рост рисков в мире в целом. Пакет санкций администрации Трампа будет имплементирован, то есть пакеты акций Трампа примут, а пакет санкций из ада, которые предложены Сенату США, будет отклонен, предполагается, в базовом сценарии. Глобальная экономика продолжит проинфляционный рост. Дефицит на рынке нефти будет расширяться. И бюджетное правило останется без изменений. Бюджетное правило это когда МИДФИН покупает на открытом рынке нефть, вернее не нефть, а доллары, покупает на бирже, если нефть находится в цене выше, чем 40 долларов за баррель. Менее вероятный сценарий. Да, и значит нефть при наиболее вероятном сценарии к началу 2019 года 90 долларов за баррель, а к 30 сентября 2019 года 95 долларов за баррель. Это прогнозируется такая нефть. Курс доллара при наиболее благоприятном сценарии при базовом прогнозе 61,8 на конец этого года прогнозировался. 67,4 на 30 сентября 2019 года прогнозировался. Теперь модификация бюджетного правила. Сценарий полностью повторяет. Это менее вероятный базовый, за исключением того, что бюджетное правило смягчается. Так вот, друзья мои, бюджетное правило смягчилось. В конце августа было объявлено, что Минфин прекращает покупку долларов на бирже. Прекращает. И соответственно, смотрите, нефть то же самое, 90-95, 5-ти годовые спреды там, ладно, не будем, но они те же самые. Курс рубль-доллар 59,3 должен быть, 63,2 курс на 30 сентября 2019 года должен быть. Ну, то есть практически на 2 с лишним рубля курс должен быть ниже при отмене бюджетного правила. Так вот, бюджетное правило, ну, по крайней мере, на месяц отменили. Курс при этом немного упал, я об этом рассказывал, но потом опять пошел в рост. То есть не хватило вот этого. Паника продолжается. Дальше. Давление на российский долг. Низкая вероятность. Сценарий повторяет базовый, за исключением того, что США все-таки примут пакет санкций из ада, ограничивающие вложения американцев в новые российские госдолги, а также резко ограничивающие деятельность российских госбанков с долларовыми активами. Ну, честно говоря, похоже, что все идет к этому. К тому сценарию вот этому, который с низкой вероятностью. Потому что, ну, дело с Крепалей поворачивается так, что, ну, можно уже, конечно, шутить сколько угодно Захаровой, но, тем не менее, ну, достаточно очевидно уже, что вот этих Крепалей отравила Россия, и поведение России очень-очень не нравится миру, и, скорее всего, вот эти санкции из ада, ну, по крайней мере, часть уже будет принята. И поэтому, значит, здесь на 31 декабря прогнозировался курс 66,3 на 30 сентября 2019 года, то есть через год, больше, чем через год, 73,9. Вот, но сегодня вот сейчас, какой там, 9 сентября, и сегодня курс 69,9 был в пятницу на закрытии. Это Юзет Эмору, сейчас мы это увидим. Ну, и совсем уже очень низкая вероятность, это то, что глобальная рецессия наступит внезапно, то есть пипец подкрался незаметно. Взлет риска, вследствие падения цен на нефть, Минфин прекращает интервенции против рубля, очень низкая вероятность этого, то есть нефть грохнется в цене, нефть будет 58 долларов за баррель, а 30 сентября 2019 года еще ниже, 35 долларов за баррель. Ну, и тут, соответственно, полный катаклизм, и России полный пипец, если честно. Вот, и тут уже курс доллара 70,4, а через год 82 рубля за доллар. Ну, вот, ну, сами судите, насколько это, ну, то есть глобальной рецессии не наблюдается, а курс, в общем-то, так прямо скажем, не очень веселый. Теперь давайте посмотрим, что происходит на бирже. Вот, на бирже, вот он вот, начало дня в четверг, то есть он более-менее устаканился на уровне, сейчас скажу, каком. Так, вот он более-менее устаканился на уровне 68, там, 20, 30, 68,3 рубля за доллар. Вот он, этот курс. Вот, потом дальше снизился, вот, к концу среды, и четверг наступает. В час дня, ни с того, ни с сего, так, да, стоп, какой час? 15, 30, вот, 15, 30, время, четверг, вдруг пошел резко взлет. И взлет начался с 68,36 к 16 часам, то есть за полчаса он взлетел до 69,22, то есть практически на рубль курс доллара взлетел. Потом была небольшая попытка коррекции, но коррекция не удалась, и курс взлетел до, сейчас скажу, максимум был 69,64. Это было в четверг, 69,64. Дальше он потихонечку вечером уже снижался, это было уже, ну, 18 часов. После 18 часов биржа закрывается, основная сессия, и дальше уже, ну, такие большие игроки уходят с биржи, остаются спекулянты, ну, и курс начал потихонечку падать. На открытии биржи в пятницу, что произошло? На открытии биржи в пятницу курс доллара сначала резко упал, ну, я думаю, что это Центробанк действие, но потом, значит, начал расти и не удержать его. И он превысил 69,79, вот, в районе 15,30 тех же, это примерно, когда открывается биржа в США. Вот, и, ну, то есть, американцы, грубо говоря, покупали доллары. Они продавали облигации вот здесь, а здесь покупали доллары. Вот, и, соответственно, курс вырос, и вот на закрытии, это USD Tomorrow, мы видим, да, 69,91, то есть вплотную приблизился к 70 рублям за доллар. Что будет завтра, я не знаю. Итак, ну, что делать с рублями, что делать с долларами, решать вам. Я вам рассказал о том, о чем говорят, то, что я читаю сам, о чем говорят аналитики. И, честно говоря, вот, я уже боюсь давать прогнозы, потому что, ну, лично я, например, продал доллары и на этом здорово пролетел. Вот, честно скажу. Вот, но, потому что доверился, наверное, не знаю. Вот, но я по-прежнему нахожусь в позиции и жду, в общем-то, укрепления рубля в понедельник все-таки. Ну, я думаю, что все-таки это закончится, вот этот вот кошмар. Вот, единственное, что меня беспокоит, конечно, то, что, ну, маразм крепчает, так скажем. Ну, например, вот репортажи из Северной Кореи, куда поехала Матвиенко. И она такая, слушайте, Ким Ченым такая няшка вообще, он такой классный чувак вообще, такой нормальный. И вообще, то есть, я посмотрела, как Северная Корея живет в полной изоляции, там совсем неплохо. Ее там кормили, видать, хорошо. Или там, я не знаю, что, и подлили. Там совсем неплохо. И она что, готовит нас к тому, что мы будем жить, как в Северной Корее? Я тут только что, опять же, посмотрел, там какие-то видео, что расстреливают людей, стадион загоняют, значит, там 10 тысяч человек. И в присутствии 10 тысяч человек. Массовые казни, публичные. И за что там чувака расстреляли за то, что он принял, ну, достаточно много международных этих самых звонков. То есть, ему звонили из-за границы, все, расстрел. Это запрещено. Ну, к чему мы идем, я не знаю, честно говоря. Мне как-то тревожно. Вот, ну, а для того, чтобы все-таки быть в курсе, ну, все-таки мы можем, вот, если мы имеем брокерский счет, то совершенно спокойно, в любой момент вы сможете купить доллары по курсу. Я не знаю, по чем сейчас продается доллар, вот, в банке, но здесь 69.91, и, соответственно, смотрите, вот, просто берем вот здесь вот, да, вот так вот, нажимаем на кнопочку, новая стоп-заявка, и, например, вот, take profit и stop limit. Я ставлю take profit, вот, и как только доллар, курс доллара, например, подойдет вот сюда, вот, ну, скажем, вот, 69.91, давайте 69.1, вот, 69.125, вот, take profit. Если цена меньше, я покупаю, ну, скажем, 1000 долларов, вот, а если не 1000, то 2, например, 1000, пожалуйста, вот она. Это стоп-заявка. Как это делать, я рассказываю на своем тренинге подробнейшим образом, как устанавливать стоп-заявки, как работать вот с этими графиками. Подробнейшим образом вы сможете установить у себя на компьютере и биржевой терминал, и подключиться. Вы будете все понимать о том, как работает брокерский счет, и совершенно спокойно вы сможете просто покупать, ну, и продавать ту же самую валюту, если вам надо, если не надо, то, пожалуйста, вы можете покупать, вот, фьючерсы в данный момент, я фьючерсами больше торгую, это тоже возможно. Можно акции американские, здесь сейчас биржа закрыта, мы ничего не можем увидеть, но, пожалуйста, есть так вот то же самое, мировые индексы, вот, ну, в данном случае РТС, и S&P 500, вот он. Дальше мы можем акции Российской Федерации, вот, в данный момент здесь ВТБ и так далее. Все это вы сможете делать самостоятельно, если пройдете курсы. Ну, и я приглашаю вас записаться на курсы, потому что они начнутся уже буквально 15 сентября. Стоимость там чисто символическая, всего 5000 рублей. И записаться на курсы вы, вот сейчас видите ссылку, демитков.юр.ком, живой тренинг, подробнейшим образом. Там есть даже, так сказать, механизаторы, там бабушки начинают торговать, совершенно, кстати, удивительно успешно. Ну, потому что, наверное, у них времени есть достаточно. Вот, поэтому, милости прошу. Ну, а на сегодня все. Как я обещал, ссылочку на вот этот файл с презентацией вы сможете скачать в описании к данному видео. Прошу вас поставить лайк и до встречи, друзья. Оставайтесь на моем канале. Пока. Пока.